Как поживаете, как у вас дела, как концертное дело? Все супер! Все супер? Просто про Беларусь столько много плохих новостей, а у вас все супер? Первый раз слышу, какие солнце светит, погода шикарная, роскошный загородный дом, море заказов, концертов. Сегодня новая примерка седьмого подряд костюма от одного и того же мастера. О чем речь? Какие новости плохие? Не понял. Ну вот политзаключенные у нас, Ларису Гребалеву вчера задержали. Как вы? Первый раз слышу. Все серьезно? Да, вроде сегодня отпустили, но вчера задержали, перетрусили. А за что? Ну якобы она поддержала протесты 2020 года, осудила насилие. А, в той истории, да, вон, господи, господи, господи. Дай бог, чтобы все было хорошо, дай бог, чтобы все было хорошо. Так вот не все хорошо, Александр Антонович. Не, дай бог, чтобы было все хорошо у Ларисы, дай бог, чтобы все было хорошо. А вы еще раз, мы знакомы с вами, Андрюша? Андрей Владимирович Паук, меня можно загуглить в интернете, я этот... Нет, вы так говорите, мы с вами знакомы сейчас. Вы знаете, вы к нам приезжали в Октябрьский, и у вас, по-моему, невестка из Октябрьского, ваша сына. Да, абсолютно верно, жена моего сына Антона, да. И у меня, я в Октябрьском буду 5 декабря, 7 декабря сольником в новом зале, да, и 18 ноября по приглашению губернатора Ивана Ивановича по Минской области лично, да, на дожинках у вас, да, буду 18 ноября выступать в Октябрьском, да, да. Так, Александр Антонович, я к вам как медийной личности с просьбой обращаюсь, что нужно напомнить о том, что у нас политзаключенных много в Белоруссии, они сидят несправедливо. Вот недавно Торбент посадили, до 9 лет дали. А кто такой, еще раз, Торбент это кто? Дорогачева группа такая. Помните, такая песня «Мы не быдло, мы не трусы, мы живой народ». Я не слышал, не слышал такой песни. Азаря, вот послушайте, очень людям нравилось. Может, вы, кстати, споете вот у нас в Октябрьском, поддержали. Да, в Октябрьском эту песню? Да, эту песню поддержали. Я эту песню не знаю, я пою свои песни, свой репертуарик. Не, ну вы, ну, проговорены конкретные песни, которые я буду петь, да. Помните, вот недавно же, недавно же был день расстрелянных поэтов, во времена Сталина в 1937 году. Я первый раз слышу про это. Расстреляли наш цвет нации. Где, в России или в Белоруссии? В Белоруссии, да, в Белоруссии. И вот вы про это не знаете, и, к сожалению... Не знал, да, и не слышал, да. И не чтит память. Сегодняшняя власть в Белоруссии не чтит память наших национальных культурных девчей. Не знал, вообще первый раз слышу, да. А теперь вы знаете, Александр Антонович, надо было... Ну, вы рассказали, но я даже не знал об этом. Хотя я много интересуюсь, да, я в интернете постоянно, в свободное время, да, в Ютубе и так далее. Ну, стараюсь и новости смотреть на всех каналах. Александр, вы замечательный человек, вы ничего не знаете, что происходит. Вы живете... Вы, наверное, принимаете наркотики какие-то, идеологичные. Я ничего никакие наркотики не принимаю. Я трезвый человек. У нас четверо детей с Наташиной, двоих пятеро внуков. Супер страна. Никто не ставит палки в колеса. Я без препятствий наработаю. Где хочу, когда хочу, и с кем хочу. Море заказов. Страна разрывает площадь. Ну, наверное, есть люди, которые жалуются, которые плачут, которым трудно. Я им всегда говорю через все свои интервью, да, стопроцентная вера в себя, это первое в свое дело, в свой успех. И паха-то с утра до ночи, другого пути нет. Поэтому пути движутся любой миллионер и миллиардер, живущий на земном шаре. Два пункта нужно соблюдать, стопроцентная вера в себя, в свое дело. Нужно очень любить свою профессию и пахать с утра до ночи. И все будет суток. Я доказываю это себе, всем коллегам в стране, всем артистам и всему белорусскому народу, да. У нас в территории Белоруссии 24 февраля на территорию Украины зашли российские войска. Вы поддерживаете подобную агрессию? Нет, я слышал, что учения идут, про это я слышал. Ну вот, шли учения, а потом оп, и зашли 24 февраля 22 года на территорию Украины, и там идет сейчас война. Вы поддерживаете эту войну? Нет, россияне, в смысле, там, по-моему, воюют с Украиной, насколько я знаю. Вы поддерживаете россиян? Я, в смысле, нет, как его, знаю, что, ну, со слов и нашего президента, и президента России, что опередили, потому что должны были нанести удар со стороны Украины по России, и они опередили. А, ну так Украина не напала. Нет, должны были. За два дня они успели опередить, я так знаю из новостей. Слушайте, а если бы мы с вами встретились, Александр Антонович, приходите, я буду в октябрьском, в октябрьском, в октябрьском, в октябрьском, в октябре, подходите, пообщаемся. А я вам сразу с ноги по голове ударю и скажу, что вы хотели на меня напасть. Это будет правильное решение? Вы мне с ноги на голову, зачем? Вас заберет милиция? Так как? Вы же хотели на меня напасть, вот через два дня. А на вас не хотел нападать? Ну как, нет, вы хотели, я видел по глазам, вы хотели. По глазам вы видели? Где вы глаза мои видите? В интернете. Если мы с вами по аудиосвязи говорим. Александр Антонович, давайте не будем притворяться дураком, да, хорошо, вот если... Я не притворяюсь, это вы, наверное, притворяете. Я вас призываю к серьезному, к ответственности. Дорогой мой, родной, я живу в прекрасной, шикарной стране, повторяю вам еще раз, за честно заработанные деньги в своей стране, честно платя налоги. Я построил роскошный дом со своей семьей. У меня все супер, все хорошо. Никогда не плачу и не жалуюсь. Того и вам советую. Работайте, ребята, и все будет здорово. Не выходите бастовать, манифестовать. Не надо. Надо трудиться и работать каждому на своем месте, в своей области, в своей отрасли. И все супер. Почему же мне никто не мешает, не ставит палки в колеса, не запрещает, нигде петь. Я пою, повторяю, где хочу, когда хочу, сколько хочу и за какие-то деньги. Но вы заслужили, потому что вы лояльны все-таки Лукашенко. Почему я лояльный? Я справедливый, четкий человек. Вы же тебя его покомптиковали. Родился в России, у меня отец военный, мама педагога. Он, Александр Антонович, он обещал Гордону, украинскому журналисту, Дмитрию Гордону. Он кто? Кто обещал? Лукашенко. Лукашенко. Что он обещал? Он не мой президент. Смотрите, он обещал, что не зайдет. Он мой президент, это не ваш, что-то он обещал. Он обещал. Разговор с вами закончен. Редактор субтитров А.Семкин